Грандиозно я оцениваю. Я могу сказать, что я большой проводник и патриот в Канаде, провожу, так сказать, среди местного населения профессионального примера, всегда привожу Москву в качестве примера, потому что темпы действительно нереальные по сравнению с тем, что происходит у нас и тем, что я знаю, темпы запредельные. Я работаю здесь уже около четырех лет, вот канадской компанией, мы имеем здесь проекты. Каждый год я приезжаю, мне надо обновлять базу данных, новые метро вносить. То есть по сравнению с другими странами колоссально. Я считаю, вот сегодняшнее, например, известие о хордах, мы когда-то, когда я начинал, года три-четыре назад, мы как раз рекомендовали, что нужно обязательно не только центральное, так сказать, соединение, так сказать, но и пути, так сказать, по хордам обязательно. Потому что это разгрузит и диаметры, и, соответственно, улучшит транспортное обслуживание Москвы, и анализировали потребности, и предлагали это. То есть для сегодня меня это подарок услышать, что это вводится в действие скоро. Пару цифр могу сказать. В Москве есть такой показатель доля участия в транспортном процессе транспорта общего пользования. То есть сколько процентов всего из всех передвижений занимает общественный транспорт? В Москве около 80 процентов, 78. В самых крупных городах, да и, в принципе, в тех местах, которые поближе в центру, это 30-40 процентов, это считается очень хорошо. А так, в принципе, 10 процентов и 15. То есть по этому показателю Москва впереди планеты всей. И, в принципе, метро, но тут мне не надо рекламировать. То есть, в принципе, уровень обслуживания в Москве достаточно сравним и превосходит многие города подобного размера. Единственное, что если рассматривать с точки зрения эффективности, сколько на это уходит затрат, то здесь есть над чем поработать. Но сам сервис для пассажиров достаточно хорош.